2 миллиарда рублей Сбербанк России профинансирует дефицит окружного бюджета. Достижения агрария в сельхозпроизводителе округа удовлетворяют спрос населения на молоко на 66%. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Сбербанк России профинансирует дефицит окружного бюджета. Кредитная организация признана победителем электронного аукциона с наименьшей ставкой в 11,49% годовых. Банк предоставит региону кредит в размере 2 миллиардов рублей. Это будет самый крупный займ, привлеченный округом за всю его историю. Таким образом, госдолг региона достигнет отметки в 3 миллиарда 900 миллионов. Кредит Сбербанка станет уже третьим и, скорее всего, не последним. В непростых экономических условиях жить взаймы – это пока единственный вариант, который обеспечит социально-экономическую стабильность в регионе, благополучие каждого его жителя. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала главный финансист региона Татьяна Лагвиненко. Нинецкий округ сегодня отчасти живет взаймы. Доходы региона на начало года не позволяют самостоятельно справляться с расходной частью бюджета. За три месяца в казну региона поступили плановые доходы на сумму 2 миллиарда рублей, а расходы бюджета по всем обязательствам составили более 3 миллиардов. Живем сейчас в кредит. Но это традиционно всегда в начале года, когда доходов меньше. Это сезонность определенная. Поэтому мы и планировали, что в начале года мы будем жить за счет кредит. Это нормально. Напомню, жить взаймы Нинецкий округ начал еще в прошлом году. Тогда банк ВТБ предоставил региону 1 миллиард рублей. Еще 900 миллионов департамент финансов и экономики привлек в феврале текущего года. 2 миллиарда Сбербанка, отторгованные накануне, пока рекордный для нашего субъекта кредит и, скорее всего, не последний. Необходимость в последующих займах будет напрямую зависеть от поступления доходов в казну региона. Все идет в рамках плана. Естественно, что доходы идут, поступление идет как положено. Мы получаем налог на имущество, мы получаем НДФЛ. В принципе, все, что запланировано, в соответствии, идет пока в графике. Но у нас выпадение по СРП. Харягинское СРП, которым мы считаем, что порядка 4 миллиардов мы недополучим. Но эти расходы отнесены пока на вторую половину года. Поэтому сейчас мы очень экономно живем, очень жестко планируем. Живем четко в соответствии с заявленным кассовым планом. Мы считаем каждый день, каждую копейку и минимизируем использование кредитных средств, поскольку это достаточно дорого. Миллиардные кредиты, хоть и дорогие в обслуживании, для Ненецкого округа – это как подушка безопасности. В сложных экономических условиях заемные средства обеспечивают финансирование всех программ, выплату социальных пособий и зарплат. Сейчас бюджет региона тем более нуждается в заемных средствах, когда впереди период отпусков, отмечает Татьяна Лагвиненко. Так или иначе, но жить взаймы вечно невозможно. Во-первых, долги надо отдавать. А во-вторых, в регионе установлен максимальный порог госдолга. Он составляет 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Поэтому сегодня в регионе идет большая работа по оптимизации расходования бюджетных средств. По словам Татьяны Лагвиненко, ближайший секвестр бюджета составит как минимум 400 миллионов рублей. Изыскивать эти средства будут во всех сферах жизни региона. Инвентаризация госимущества – это продолжение той темы, которая была озвучена на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в регионе. Речь идет о госимуществе для предоставления субъекта малого и среднего бизнеса. Принято решение, что мы уже где-то в апреле первой переченью дадим. Все, что находится в казне, мы выставим для того, чтобы бизнес мог взять в аренду либо выкупить. Это тоже, эта работа проводится. Направлены запросы по консессионным, так сказать, предложениям по всей департаменту. Эта мера также позволит привлечь дополнительные средства в бюджет региона. Затронет оптимизация бюджета и ряд строек, запланированных на этот год. Этот вопрос также прорабатывается к моменту вынесения поправок к бюджету. Решать их судьбу будут депутаты округа. Естественно, что не все стройки мы можем тянуть. Но, тем не менее, инвестиционная составляющая оставлена. Особенно те стройки, которые идут с финансированием из федерального бюджета. Естественно, не хочется терять какие-то дополнительные деньги из федерального бюджета. Приоритет здесь отдается инфраструктурным объектам, дорогам. В ходе интервью затронули и вопросы с движением очереди по социальной ипотеке. В сложных экономических условиях эта программа пока находится в подвешенном состоянии. Между тем, в очереди на этот вид жилищного кредитования стоят почти две тысячи жителей НАО. На сегодняшний момент мы продолжаем хотя бы тем, что выплачиваем проценты по имеющимся, так сказать, обязательствам. По новым, конечно, сложно. Учитывая то, что мы, может быть, не сможем, но у нас трудности будут с финансированием публичных социальных выплат, то социальная ипотека пока это не приоритет. У нас на сегодняшний момент надо выплатить зарплату и выплатить налоги. А потом уже будем думать про все остальное. Как заверила Татьяна Лагвиненко, обязательства по возмещению части расходов по плате процентов по ипотечным кредитам Ненецкий округ выполнит в полном объеме, так же, как и обязательства по 5-процентной ипотеке. В целом же финансовая ситуация, в которой сегодня оказался регион, не настолько критична. Главное, что в округе нет долгов по зарплате, соц. выплатам и уплате налогов. Я хочу сказать, что даже в случае непоступления этих 4 миллиардов, все остальное нам поступит. Поэтому здесь, естественно, что мы сейчас смотрим, что мы можем еще приостановить, либо, может быть, что-то перенесется на следующие годы, когда будет более благоприятная ситуация. Сегодня Ненецкий округ готов к развитию по самым худшим сценариям. Для этого проводится планомерная работа по оптимизации расходов и поиску новых источников пополнения доходной части казны. Сельхозпроизводители округа удовлетворяют спрос населения на молоко на 66%. В Департаменте природных ресурсов и экологии АПК подсчитали показатели обеспеченности населения региона молоком и молочной продукцией за 2015 год. Высокие показатели получили производители сметаны. На прилавке магазинов они поставили 132 тонны продукта, что на 4,5% превышает ежегодную потребность населения. По словам специалистов Департамента, показатели обеспеченности жителей региона молоком и молочной продукцией будут увеличиваться вместе с увеличением производства молока, которое стало возможным благодаря существующему механизму господдержки молочного животноводства. Чтобы добиться хорошей производительности по всем видам молочной продукции, аграрии идут на расширение производства. Так, акционерное общество ВИТО сообщило о готовности увеличить производство молочной продукции в два раза. Для этого предприятие планирует закупать сырье за пределами округа. В настоящее время профильный департамент прорабатывает вопрос поддержки идеи окружного предприятия. В частности, предоставление субсидий на возмещение части затрат по закупке сырья. Увеличивать производство молока и молочной продукции планирует и Ненецкая агропромышленная компания. В этом году предприятие продолжит реконструкцию отделения Воксина. Обновленные мощности позволят к концу года увеличить поголовье молочных коров с 50 до 80 голов. Главная же задача компании в нынешнем году – строительство телятника в Тельвиске. У нас стоит, по крайней мере сейчас, две задачи – это телятник в Тельвиске и ферму в селе Коткино. То есть, в настоящее время хозяйствующие субъекты должны решить эти вопросы самостоятельно, но при условии соблюдения, как раз получения той самой субсидии, которую мы выплачиваем, то есть 100 рублей на литр молока. Благодаря молочной субсидии растет производство социального продукта. Если в 2013 году валовое производство молока составляло 2960 тонн, в 2014 уже 3073 тонны, в 2015 – 3098 тонн. Увеличение производства молока дает возможность поставлять на полки магазинов местный кефир, творог, масло, йогурт. Обновление мощностей ожидается и в рыбодобыче. После отказа от строительства рыбоперерабатывающего завода, плановая убыточность которого могла составить от 120 миллионов рублей в год, власти рассмотрели несколько вариантов развития рыбопереработки в регионе. Администрация округа пришла к соглашению с Ненецким рыбак-колхозсоюзом, который за счет собственных средств проведет реконструкцию существующего рыбоперерабатывающего цеха. Округ, в свою очередь, продолжит оказывать предприятию помощь в виде субсидий. В конечном счете, это ускорит окупаемость инвестиционного проекта. Модернизация цеха позволит расширить ассортимент производимой продукции. По сообщению департамента, новые полуфабрикаты на столе жителей округа могут появиться уже в четвертом квартале 2016 года. Дополнительно будет расширен ассортимент по видам горячего копчения. Мы на холодное вроде упор делали, отработана технология. Сейчас отрабатывается и будет запущена технология по горячему копчению рыбы. И пресервы попробуем запустить. Поэтому идёт модернизация и расширение. Наладить рыбодобычу в окружном масштабе с привлечением частников поможет нормативно-правовая база. Сейчас над её созданием работает профильный департамент. Сегодня, чтобы заниматься ловлей рыбы, мало получить разрешение в Двинско-Печорском отделении Росрыболовства. Периодически необходимо ввести учёт количества улова и отправлять необходимые документы в ведомство. В принципе, те, кто занимается рыболовецким промыслом, да, они знают, скажем так, вот эти все перипетии и вот настойчиво как бы с ними уже сжились. А вот для новичка начать вести вот этот рыболовный промысел, конечно, тут возникают вот эти вот законные такие вопросы. Ну, мы ведём, скажем так, это привилегатива федералов, но мы, скажем, находим понимание и с нашими коллегами Двинско-Печорского управления, и, в принципе, и на федеральном уровне с тем, чтобы облегчать процедуру. Как показывает практика рыбак Колхозсоюза, рыбная продукция пользуется спросом у населения. В 2015 году на переработку и реализацию в Наринмар предприятие отправило 67 тонн рыбы. Это на 23% больше прошлогодних показателей. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Дата ледохода на реке Печоро станет известна 3 апреля. А пока в регионе приступили к разработке противопаводковых мероприятий. Дата ледохода на реке Печоро станет известна 3 апреля. Такие данные предоставляет Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В конце марта гидрологи замеряют запасы воды в снеге и могут дать прогноз по весеннему паводку. По состоянию на 20 марта средняя толщина льда на реке Печоро составляет 78 сантиметров. Это ниже средней многолетней нормы на 10 сантиметров. Высота снега на льду 12 сантиметров, что тоже ниже прошлогодних показателей. Комитет гражданской обороны округа уже приступил к разработке противопаводковых мероприятий. На середину мая запланированы регулярные разведки, ледовые обстановки и затороопасных участков на реках. По мере необходимости будут проводиться взрывные работы. В прошлом году заторов больших не было, поэтому взрывные работы не проводились. На боевом дежурстве в период весеннего половодья будут находиться окружные спасатели. Все они пройдут специальные тренировки и инструктажи. Кроме того, подготовлена группа в составе шести человек, которые прошли обучение по воздушно-десантному направлению. Если возникнет чрезвычайная ситуация, эти люди с помощью вертолётов смогут снять с льди на людей, терпящих бедствия. В Ненецком округе будет введено ограничение движения для большегрузов. Ограничительные мероприятия начнут действовать с 23 апреля в Нарьинмаре и посёлке Искатели для транспортных средств, осевые массы которых превышают 3,5 тонны на каждую ось. Весеннее ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения продлится до 1 июня. Следующее сезонное ограничение осеннее предлагается ввести с 1 по 30 октября. Исключения делаются по традиции для автомобилей экстренных служб, дорожно-ремонтных предприятий, транспорта, обеспечивающего уборку улиц и перевозку продуктов. Всем остальным в период ограничений необходимо будет получать специальное разрешение в Дирекции транспорта и Дорожного хозяйства округа. Временный запрет на движение большегрузов вводится ежегодно для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорожного полотна. 25 марта в столице региона стартует Куба губернатора Ненецкого округа по хоккею. Для всех любителей хоккея и фигурного катания организаторы приготовили сюрпризы. 25 марта в столице региона стартует Кубок губернатора Ненецкого округа по хоккею. В турнире традиционно примут участие 4 команды – «Башнефть-Полюс», «Лукоил-Комерус», «Северная нефть» и «Сборная НАУ». Уже 23 марта в столице региона начнут прибывать команды-участницы ледовых баталий. По задумке организаторов, вечером 24 марта «Башнефть-Полюс» проведет мастер-класс по хоккею для воспитанников Ледового дворца спорта «Труд». И уже в пятницу, 25 марта, всех любителей хоккея ждет открытие и первые игры. Откроет Кубок встречи «Башнефть» и «Лукоил-Коми». Следом на ледовое поле выйдут команды «Сборная НАУ» и «Северная нефть». 26 марта пройдет второй день соревнований. 27 марта в воскресенье в завершающих встречах определятся победители и призеры Кубка. После игр всех зрителей ждут показательное выступление фигуристов. В 15.30 пройдет церемония награждения. Для всех любителей фигурного катания организаторы приготовили сюрпризы. В столицу Нинецкого округа приедут известные спортсмены-чемпионы. Среди них прославленная российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015 Елизавета Туктамышева, а также Елена Иоаннович и Инна Дарьи Майсурадзе, представляющие парное фигурное катание. Сюрпризы будут и для болельщиков хоккея. Во время каждой игры мы в перерывах будем проводить различные викторины. И главным призом этих викторин будет приз – это клюшка профессиональная, хорошая, дорогая. Мы постараемся на каждой клюшке, чтобы были автографы игроков команд, присутствующих у нас на турнире. Организаторы ожидают очень зрелищного и красивого турнира и приглашают всех болельщиков и зрителей окунуться в атмосферу ледовых баталий. В Наринмаре идет подготовка к соревнованиям на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Своё намерение стать спонсорами соревнований подтвердили 16 компаний, работающих на территории НАУ. Традиционные гонки на снегоходах пройдут в Наринмаре 26 марта уже в 20-й раз. Место проведения соревнований осталось прежним – это район Качгартинской Курии. За 20-летнюю историю гонок оно признано лучшим для зрительской аудитории. Участникам соревнований предстоит побороться за победу в четырех категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, женщины – ветераны-представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. В 10.00 стартуют отборочные заезды среди мужчин в классе «Буран». В 11.05 – открытие соревнований, построение участников и приветствие. В 11.30 на трассу выйдут женщины. В 11.50 стартуют отборочные заезды среди мужчин в классе «Свободный». В 12.10 состоится заезд среди ветеранов. С 12.30 до 14.30 пройдут финальные заезды среди мужчин в классе «Буран» и «Свободный». В 15.00 – награждение участников соревнований. В этом году для удобства и безопасности гостей мероприятия в районе, где будет размещена торговая площадка, установят большой светодиодный экран. На нем будут транслироваться старты и финиш заездов. Светодиодный экран повысит уровень безопасности, при этом сохранив все краски и дух заездов для гостей праздника. Кроме того, для гостей праздника подготовлены детские игровые площадки, будет организовано катание на лошадях и олених упряжках, открыт католки, организовано выступление творческих коллективов. В режиме реального времени трансляция соревнований будет идти на телеканале «Север» и в эфире радио Наринмар-ФМ. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.